Мы сейчас завтракали, сегодня у нас 8-9 августа 2018 года. Мы пообедали, кто-то попозже, подольше, если разговор как бы начинается где-то. Да во время еда я вот сидит у Виталия Калиникова, мне видится как в нем начать работать надо с ним. Ну смотрю, кино любит. А ты видел Шерлок Холмс? Видел, все на этом закончилось. А ты знаешь о том, что он получил премию и похвалу от королевы Англии, которая сказала, никто не исполнял так этой роли? Шерлока Холмса, англичанина, так сыграть? Нет, не знаю. А кто играет роль его? Не знает. А зачем мне это? Мне зачем не надо, но я знаю, что это Василий Ливанов. Я знаю, что у него расхождения большие стали с режиссером, у него трудный характер. Тебе это не надо еще. Я говорю, а 17 мгновений весны ты видел там? Видел. А кто главную роль играет? Не знает. Не знает. Я не хочу сказать, что я знаю, но я же слышал и в фильм смотрел. Ну что, Тихонов, Вячеслав. А дальше за Тихонов, Вячеславом я уже скажу. А это был муж Мордюковой. Она, он молчу, сидит все время и говорит. А она говорит, как пану, выпить там, потанцевать. Они разошлись на этой основе. Я дальше говорю, а Тихий Дон, ты смотрел? Да. А кто там главный герой? Я не артиста спрашиваю. Он не может сказать, кто. Тихонов. Мелехов, Григорий Потеревич. А кто играет? Глебов. Ну это не мое совсем, но я уже говорил. Но у меня не такая память, как у вас. Но память развивать надо. Ее можно развить. Как? Как? Каким образом? Я Никите показал. Быстрое развитие памяти. Быстрое. Просто скажу. Ты простые вещи понимаешь? Такая ложка, вилка, ложь отличаешь. Ты знаешь, есть столовая, есть туалет. Ты это знаешь? Да. Есть рабочее место, а есть место, где ты отдыхаешь и спишь. Разница есть? Да. Да зачем ты их путаешь, эти места? Если ты ответил положительно, я по полной программе могу уже спрашивать у тебя, зачем ты это делаешь? Во время работы, вчера, ушел на сеновал рядом у батюшки, лег отдыхать спать. На работе. Нанятый. Тебе платят за это. Никаких. То, что ты три дня оделал, батюшка посмотрел, на что ты копаешься? Ну за полдня, за три часа я бы все сделал. Готовые нарезанные доски. Забивай гвозди только и все. Стенку зашимать. Я тебе дальше начинаю спрашивать. Я говорю, а кто политику Адольпа Гитлера? Я уж не спрашиваю его настоящего фамилии-то. Ты не знаешь. Шикель Грубер. Кто? Кто? Он не знает. Я говорю, Ромбель. А Никита Колесников, который был здесь, Никита Андреевич, он знает. Знаете, все вопросы он отмечает без запинки. Если он не знает, он старается узнать. Пошел работать, когда он к Добунову. Я говорю, ты многу можешь научиться? У него? Да, у него. Он очень много знает. И в нашей общине, может быть, это самый, ну как Жириновский. Это самый умный депутат. Но это все попутно, говорю. Ромбель, а какая у него кличка была? Ну зачем мне этот пустынный лис? Лис, лиса. Он с малым количеством побеждал многое. И чем он закончил жизнь, тоже сказать не можешь. Кто совершил покушение на Гитлера? А почему меня интересует эта вещь сейчас? Я все время интересуюсь, было ли покаяние у Адольфа перед смертью хотя бы. Я нигде не мог найти вдруг многолетние, многолетние мои поиски. Почти закончились. Выступает в печали, сидит и говорит. Его секретарша Юрля. И видно, что она была красивая, красивая даже сейчас. Она сидит, курит там. Какое у нее лицо у старухов. Понятно. Меня это интересует. И так постепенно мы свернули на какую-то тему. А тема такая. Муж и жена. Как восстановить правильно? Вот. Вчера пришла Надежда Васильевна. Принесла. У меня тут много таких фуражек афганок. Это мне дали, когда расформировали летное училище. У меня близкие отношения с военными. Там генерал-полковник Пинков. Генерал-полковник. Это очень большая. Военным округом. И мне выделили примерно 70 кетелей, 70 фуражек, 70 брюк. Разные там эти вот половички, которые есть. Ну многое-многое я увозил. И две огромные танковые палатки. Одна из них у нас закрывала столовую. На всяком каком-то, которая дальше идет. Столовая добавляющая. И она закрывала ее с обходом. Вот. И она говорит. В ту ночь 30 апреля, когда он должен был уйти из мира. Но никто не знает, ушел или нет. Я говорит, печатала. Я печатала его завещание. Кем Демис будет, кто Борман там будет. Все. Я ждала хотя бы слова покаяния. Но этого не было. Не было. Я ей поверил. Не было. Он до конца верил, что то, что он делает, это божественно. Это хорошее. Я скажу, он прав, кроме божественного. Он любил свой народ. Он решил сделать эту нацию ведущей в мире. И он ее сделал. И все погубил. Почему? Я отмечаю, что если Бога нет, он прав во всем. Но если Бог есть, а Он есть. Поэтому это был дьявол в человеческом образе. Такие знания человек не мог знать. Уже судят. Уже на сквере подсудимых сидят. Генералы его. Да он же капрал. У него нет знания. У него был такой талант. Говорит. Мы генералы с совещания уходили. Говорит. Мы друг на друга смотрели. Это что? Вперед он знал, какими проходами пустить танки. Когда, какого числа, при какой погоде. За две недели Пранция пала. А Бельгия и другие там они полдня не ставили. Польшу. Он рассчитывал. Сначала Сирензию, надо там то, другое, Сережа. Только напрягись. Он определял Чехословакию и прочее. Он определял внешнюю политику. А кто у него был в это время министр иностранных дел? Я вообще... Ничего. Пустота. Мне не интересно ни третью репь. Я тогда говорю, давай. И тебе это не интересно. Я тогда сразу... Ты хочешь знать интересное? Давай по порядку. Я говорю так. У тебя сколько жен было? Ну, одна там невенчаная. То есть, два грудника на веревочке. А я говорю, а у Евгения Евтушенко четыре жены, три четвертого умер. И все жены приезжали с детьми и жили мирно. Ты мне сразу ответил, как можно мирно жить, когда они в разводе? Я говорю, это самое... Я не у Табакова Олега вижу. Не первая жена. И однако хорошее отношение. И Абдулова такое же. То есть, они такие люди. И дети приезжают и живут месяцами у него. Как это может быть? Ты удивился? Ну да, я спросил, как в разводе? Можно это считать хорошими отношениями, когда они в разводе? Что это за отношения такие хорошие? Я тебе... Ты задал вопрос, на который ты ответа не находишь. Я отвечу. Хорошее отношение не враждует. В алименты платят регулярно. И не через это, а прямо лично дают. По суду сколько? Он рассчитал, что каждый месяц он должен платить 17 тысяч. Ну я тебе могу давать 170. Ты доволен? Так какой разговор? Все. Власти ничего и не знают. Вот такой человек. В моей жизни он близкий мне. Я дам тебе голос его послушать. На сайте он засчитывает пятый дом. Я на Златоусте. Военный следователь КГБ. Ясно дело, что десулись у бомж. Я не знаю причину развода. Но он с женой договорился. Я буду платить тебе. И платил конечно исправно. Ни одного рубля не должен. И сверх того прикладывал. А тут познакомился с дочкой. Отец у него присвидел. По нашему то никакой. У Баптисов. А это же у Баптисов. Дьякона их называется. И вот он обратился. Принял православие. Я принимаю в этом прямое участие. Я договорился в полное погружение. Едем в Новосибирск. И он пригласил друзей, ветеран, протестантов. И во время крещения еще две семьи пришло. И вот он. Хорошее отношение. Сейчас батюшку он служит. Я говорю тебе надо. Я могу назвать имена, памилии, где служат. Если ты интересуешься. И не интересуешься. То я тебе сейчас скажу. Но только для чего? Чтобы ты связался с ним. И узнал. Как это так вот. У меня не получилось. А я о вас слышал столько хорошего. И у вас отношение хорошее с прошлой женой. И теперь будешь не платить. Я с дочкой выросла. Если ты будешь это делать. Я тебе сейчас назову его и где живет. Где он батюшка? Да батюшка, каких поискать надо. Я со священниками. А? Со священниками завязал я, Игнарий Тихонович. Вот, вот. То есть тут завязал. А ты завязал бы под чревле свое. Орудие. Я не верю священникам. А? Всех до одного. Практически всем. Так. И нашему батюшке Ацуахиму. Почему? Я сказал практически всем. Отец Ахим, я вижу его жизнь. А этого ты в глаза не видел уже. А как ты можешь видеть его жизнь? Когда ты его не видел? Я не знаю. Я обжегся. Не видел. Обжегся на молоке, а на воду дует. Я обжегся на десяти коммунистах. А их восемнадцать миллионов. И больше самое по лагерям помог мне коммунист. В армии был, больше всего помог коммунист. Когда я сидел в Перме, и больше всего помог мне политодел коммунист. В КГБ больше всего помог мне коммунист. Я фамилии всех могу назвать, что ты хочешь. Так. Со священником, которого ты не видел, о котором ты слышишь такой отзыв. Покажу его. Вот он насчитывает Златоуста. Почему ты не хочешь с ним встретиться? Или познакомиться? Я тебе назову фамилию, имя его, отчество, место его духовной работы. Жилу его. Ну надо узнать о нем. Ну ты уже ответ. Ты скажи, если ты, что я тебе советую с ним связаться? Дам телефон его. То есть я даже не знаю, как тебе сказать. Тотально назову его фамилией, имя, отчество и где работает. Ну? Давайте. Уже ведь я там наперсток. Давайте, Игнати. Толстенко Василий Федорович, то есть отец Василий. Жена его Наталья. Дочь их как бы диакона. Город Тайшет, Иркутской области. Вот полная справка. Так. Этот человек не повинен перед тобой ни в чем. И он платил алименты исправно. И сохранил хорошие отношения. Хорошие. Почему? У них своя жизнь идет. Дети приезжают. Знают у них отец серьезный, крепкий мужик. А там, когда был неверующий, там что-то не заладилось. И ты именно так. В неверии там совершил, оплодотворил. Но дальше жизнь-то продолжается. Вот ко мне приезжает, ты видел Тимошка, Батудин. А отец Михаил. Он его привозит. А последним вот он самолетом как посылку послал. А тут его Сергей Павлович по документам получил и привез. Так. Вот он сидит рядом. И она возбудила, инициировала то, что прокуратура, милиция, полиция занялись здесь на лагерь. Приехали. Ролик стоит где-то. И мы закончились мирно. Из прокуратуры. Из полиции. И они ей ответили все, что надо. А осень он меня буквально ошпарил. И говорит, Светлана моя очень хочет с вами встретиться. И она тут же позвонила и говорит, простите, что я на вас говорил. И это было для меня очень неожиданно. Понятно? Он пишет, мне еще никак не получилось готовить. Я говорю, только весну. Осенью уже нет. Ну, я уезжаю и прочее. Вот тебе доказательства. А он с ней не встречался. Судили ему, ребенка. И он, видимо, давал или редко давал. Но я все время Тимоша наказывал. Ты маму люби. Мало что у мамы было. Она живет с кем-то. Тебя это не касается. Тебя мама любит и баба любит с той стороны тоже. А ребенок в этом и играл. Умный парень ты. Где больше халвы в рот натолкают. Я тебе показываю примеры. Тот от меня не интересует тебя. Этот от меня не интересует. Ливанова знать ты не хочешь. А я тебя буду называть фильмы, которые мне нравятся. Очень. Которые для меня были откровением. Или эти фильмы я открыл для других. Я легендар. Вот, пожалуйста. Кто там играет главную роль? Я не смотрел. А ты не смотрел? А посмотри. Я легендар. Запомни. Я легендар. Как весь мир на грани катастрофы стоит. И во всем мире осталось только 12 миллионов человек. Которые вирусным путем капельным не заразились. Рак. Хоть и браковые изобрели. Вирус вырвался на свободу и Нью-Йорк полный. А там пустой. Стал пустым. Ну вот надо увидеть. Я только несколько кадров увидел. Сказал. Фильм заказной. А они посмотрели и позевают. Я говорю. Нет. Это фильм очень непростой. И 12 миллионов это не просто цифра. А цифру это найдете в политическом отделе. 12 миллионов. Вы ничего не понимаете. Ты не интересуешься этим. Так вот. Чтобы тебе сдвинуть понятную тебе тему. Это говорит Сергей Павлович. Что у него тоже. Тут запутано было. Ну. У него сын Константин растет. И иногда встречается. Он приходил у меня даже в продукты. Увезел. Помогал. Его сын. Вот. С его мамой хорошее отношение на крещение приняла. Через него пришла. И через тебя вряд ли кто придет. Потому что даже сам ты совершенно не готов к этому. Причины. Ты ни разу не спросил. А что мне сделать. Как быть другим. Я тебе рассказывал про двух бабушек. Которые с ИПХ знакомы были. Одна у нее собирается молиться. А другая беспризорная. Она говорит. Настоятель там. По хобби. Как называют его. Почему? У Антонина Георгиевна все получается. А у меня не получается. И он им сказал. Первое. А то там чей? Ну как чей? Чей? Что ты не знаешь? Я спрашиваю. Чей? Она видишь сколько нагородило. Мой. Ну ответь. Мой. Так. А это что стоит? Ну чего надо мной смиряться. Это русская печь. Понятно? Она на каждый вопрос. Вот. Это копия твоя. Она женщина. И УПХА. Подпольная. Парарославная христианин. Так. Подойди. Говорит. К этой печье. И обратно. А зачем? Ну я прошу тебя. Пожалуйста. Ну пройди туда. И обратно. Еще в эту. А тут бабки сидят. Ну чего надо мной смиряться. Я тебя очень прошу. Дойди до твоей печки. И вернись опять ко мне. Ну она пошла. Продумала. Все. Ну что. Вроде легче тебе старые крыши. Да ничего. Ладно. Антонина. Слушаю мой наставник. Так. Ты где находишься? А я в Элисаветрию Макаревне нахожусь в доме. Это я понял. А это что? А это русская печь. Которые хлеб и проспоры готовят. Так. Антонина. Дойди туда и обратно. Слушай наставник. Он теперь спрашивает. Ты хозяйка видела разницу? А в чем она? Значит не видела. Скажите. Люди видели? Все засмотрели. Зачем не видеть? Да когда она вся. Как ртуть. Это вот ты. А что? А зачем? Виновата Настя. А почему на ней не было юбки или пояса целомудрия? Когда выходили на фронт эти крестовые поклонники-то. Крестовые походы. Какие-то железные юбки надевали под замок. И как она ходила на двор? Что остальное неизвестно. Но главное. Туда уже никакой гад его впровезли. Вот. Тебя. Тебе и ответ. Это тема, которая тебя касается. Как Сергей. Первая. Коринфян. Седьмая глава. Пятая. На подмогу. Вот мы сегодня начали об этом говорить немножко. Где-то. Ты вчера сколько уже сделал этих проколов? За один день. Мы едем. Решили взять тебя. На каретку. Ты не видел. Узнать. То есть я о тебе забочусь. Пошли на валину. Заехали. Я сам побежал за тобой. А тут побежали. Нигде никого нету. Я думаю, у него два места. Туалет. И тут. Туалет. Там. Туалет молчать нету. Да где же он будет-то? И вдруг ты бежишь. В батюшке залез. На стеновал. Среди дня. Когда шла работа. Повторяю. Ни в одной бригаде тебя бы не держали. Сразу бы выгнали. И нигде бы в трески тебя больше не приняли. Ты треснул бы. Ты не работай ничем. Никак. Нет. Вахлак. Повторяю. Это вчера было. Только 8 августа 2018 года. Поселок Потеряев. Команду с фары на Алтайского края. Дальше. Я поехал. Володя. Поехал. Я говорю. Ты не лежай. Остречай колесницу. К батюшке. А ты на встречу идешь. А еще часок работать. Да. Он что-то ответил мне. Заболел или как? Приболел. Что-то голова там у тебя не так. Ну да. Да так? А я сказал. И что? День. День-то еще идет. Ты идешь нормально. С тобой вечный путешественник. Стоящий этот рюкзак. И идет домой. Куда ты пошел? Ты сказал. Вон там у батюшки. Освещение идет велосипеда. Так ты его повернулся назад. Ты послушался. Пошел. Постоял маленько. Молился. Не молился. Но стоял. Молиться это не то, что стоять. Но сам ты мимо прошел и даже махнул руку. Допускай. Это не мой велосипед. А ты бы каждую минуту смотрел, кто где молится. А здесь сидишь на кухне. Захожу в молитву. И ты даже как сидел, что делал так. У тебя понятия нет. Что это связь идет со всемогущим Создателем. Как надо перед ним предстать. Как надо искать эту возможность любую, чтобы с ним вместе быть. И оттуда я еду, гляжу, ты уже давишь в проволок мимо... А куда? Мимо Глушкова. Ну искупаться. Ну ты же больной. Какой тебе пляж? Рыбишься сидишь. Я говорю, ты крайне бессовестный. Свяжи меня с Настей. С той, от которой ты нажил бедя. Как... Интернет есть вот. А? Интернет есть. Покажу вам ее страницу. Ты не покажу. Чтоб я мог переговорить. Так я везде забанен. Вы ей напишите. Так вот через этого. Здесь и напишите. Ко мне пойдем оттуда. Может у меня компьютер лучше работает. У меня процессор большой. Вот такое дело. На один день сколько же ты совершил. Я говорю, больной, в разворот еще назад. Ложи себе и лежи там. Аспирин еще глотай. Так мне как раз нужна была вода. Охладиться. Дома воды полно у нас. Там вода такая, где холодная. Охладиться-то. Холодная надо. Не холодная. Я вот дом, когда у меня так вот болит. Вот здесь у нас еще храм. Идти-то не за чем. Она теплая тут. Где? В колодце? А, в колодце нет. Ты понимаешь, лукавейший какой. Не-не, в колодце-то нормально. Как раз... Ненормально, а холоднее мне с холода. Да-да, вот мне вот. Там-то нагретая. А я что-то не подумал про колодец. Ну, не подумал. То есть думать нечем. Ну да, мозги... Мозги спеклись у тебя. Почему, например, блудник-скудоумен. Блудник-скудоумен. Поэтому, пока ты не отойдешь, не будешь вот так вот перекатываться, с пальцами на пятки. Блудная лихорадка, чтоб тебя не трясла. Я же тебе сказал, ты говоришь, правда, я всю службу облуде думал. Ну, помыслы приходили все. Я очень хорошо этого запомнил. Применительно ко всему, что... А если маленький ребятишечка вот так вот перекладывает, у него какие функции? Да ты понимаешь, что и начинаешь дальше перекладывать. Нет, просто, Игнать Тихонович. Ты сам дальше договаривался. Маленький ребенок, ну и дальше еще маленький. Вот он вот так, так же делает. Да он под... У него то что. Ну ты-то, мы дальше готовы тему-то развеи. Напиши трактат на эту тему. А потом зайди в интернет и посмотри, когда у ребенка уже похоть возвращает. Когда еще лежит в люльке? И он не знает, не знает. Это природа его требует. Он напряженный лежит. Шпилька уже торчит. Что ты? Ты вообще ничего не понимаешь, я не знал. Я говорю, открой интернет и спроси. Посмотри, снимки показаны. Все. И мать говорит, а что делать? Я говорю, пеленаю его. А он такой, как вы, прижиматель или как? Когда? От какого времени, отец? Еще раз говорю. Разговор зашел от того, что я знаю очень многих людей, у которых была не одна жена. Я не говорю о христианах. И у них хорошие отношения. Хорошие. Это не мусульмане. Это люди, считающиеся православными. Задоржен. Сколько у него было жен? И таких. И не однажды был женат. И Тихона. И Мардюкова. Я же не говорю про Аллу Борисовну. Сколько мальчиков она переписла. Ну. И с каждым еще речалась. Она все наставила. Говорит, что патриарх Иерусалимский ее речал. Ее же недавно речали на Галкине. Беззаконно причем. Галкина-то не рядом. Лет семь-то уже есть. Да. Вещь идет о тебе конкретно. Конкретно. Я вчера уходил, и в это время Надежда Васильевна пришла, принесла этот шлюп, который я получил из воинское счастье. А у меня кер это. Она покрыла ее. Я говорю, покрой вот так по свету российского плага. Его трогать нельзя тут порошками. Только на празднике. Потому что сразу заляпаешь ее. А я надеваю пилотку вывращенную. Дальше она не налазит. Но она видя это, взяла эту афганку. И ко мне сюда даже не зашла. Уже расстригла ее. Пуговки отстригла. Я говорю, зачем? А я уши вот так обрежу. Вот еще. Уши-то вот я закрываюсь, она мне держится от ветра или все. Но я пришью. Да зачем же отрезать, а потом пришивать. И пришлешь ей с той стороны. А ты-то я вижу, я пошел, глянул и вижу, что ты понимаешь, что у них тоже не ладно. Она ходит у меня по одной плашке. 55 лет я ее не могу исправить. Но ни разу, никогда мне не пришлось утром ее будить. Я спрашиваю, такие у нас есть крутые ребята, даже в общине. А жену поднять на молитву не могу. Вот он. А мы в 4.40 встаем. И она всегда встанет во время. В 4.40. Если я в 4.40 и дома, то она станет 3, чтобы к моему отходу на работу все было готово. Понял? Она обижается, когда я рассказываю. Я был знаком с девушкой, с одной. Но мог жениться. Старики-то узнали, они меня собрали, все советы. И говорит, не на той и женись, а вот на этой. Показали Надежду Васильевну. Ей обидно, что я не по любви вроде бы женился, а по указке стариков. Ничего, это не обиды никакой нету. Я прислушался, посмотрел и понял. А они правы. Эти старики, которые собрались, заботились о моей судьбе. Я не стал отмахиваться. А что с вами говорить? Да у вас у самих что было? У меня ничего не было. И она, Надежда Васильевна меня привлекла, чем она в школе, и начала проповедовать в советское время. Ее лишили право учительства, право работать в детских садах. Везде. Везде. А это то, что я люблю. Ты помнишь Иуда Бен Гур, когда он спрашивает ее, Астя, а ты мужа любишь, за которого? Она говорит, я постараюсь научиться любить. Ах, какой ответ! Отец сказал, и она готовится за него, жениха-то не видела, кто он такой-то. А он уже ее любит и видит. Я постараюсь научиться любить. Вот одна эта фраза говорит, что мы все находимся в зазеркалье где-то, в вывершенном состоянии. А любит, где она заборы обтирает, там ходит свинья. Потерлась от забора, там все познакомились. Первым майским праздником. Я постараюсь научиться его любить. А когда она встречается с ним и видит, что он стал другой, ему отомстить надо в Миссаре. И она вот так отшатнулась от него. Иуда. Иуда. Я потеряла тебя. Ты помнишь, какая артистка ты играет-то? Я потеряла тебя. Волк рождает волка, кровь рождает кровь. Посмотри, Христос пришел, что сделал, когда она говорит. Иуда. Я потеряла тебя. Сколько печали, скорби. И она любит его, но превыше всего она любит Христа. Ты этот фильм-то смотрел? У тебя мимо все пролетело. Я по отдельным кадрам могу разбирать любой фильм, который смотрел. Хотя Тихий Дон приписывает не Шолоху, а где-то там убили генерала Белого, и тогда он завладел этим. А там между прочим. Вот так, дружок, положение батюшки твое рассмотрел, и он сказал то же, что я говорю. А мы с ним не договаривались, даже не разговаривали. И он сказал, работай. Это твой сын, корми. Положено 300 тысяч отдать. Закон решил, отдай. Она кормила, а ты копейки не ложил. Ты лежал, спал, отдыхал на сыноваре. Я обратился 27 сентября 1962 года. Я на корабле. У меня не было жены и нету. Но я сразу решил, у меня 10 детей. Я для себя брал планку. Я сразу взметнул планку эту. Сестра недавно меня спрашивает. Братка. Это Валентина. Братка звала. А вот, я помню, все время приходили деньги. А деньги-то здесь нету, а я работаю на корабле, а у меня деньги. Было, что ты не посылал, не было ни одного месяца, не знаю. Домой. Отцу. Ни элементы, никто. Они работают. Мать и отец работают. Но у меня братья и сестры подрастают. Я ежемесячно туда. Дальше еду в Новосибирск. Сразу трех сестер забираю с собой. Валентина, Ирина и Марка. Они у меня учатся. Деременское городское образование другое. Сразу начинаем. Я занимаюсь ей какими-то предметами. Главное, математика, физика, иностранный язык. Надежда Васильевна, русский язык, литературу, историю. У нее пошли тройки. Четверки. Наконец, пошли пятерки. Я занимаюсь ее. И ты ее спросишь сейчас. Вот она, Валентина, рядом. Ты в Новосибирске жила с Игназием? Как ей было все интересно? Понятно, тебе еще не интересно. Я хочу, чтобы ты был другим. Я люблю тебе жизнь и хочу, чтобы лучше ты стала. Жизнь – это в каждом человеке. Я хочу, чтобы ты другой был. А вот я как начинаю говорить, я просто как считаю. Тебя охота на лыжи встать, то есть убежать. Найти что-то лучшее где-то. Еще ты думаешь, я тебя не вижу. Но я тебе говорю то, что необходимо сегодня. Работай руками, работай умом, работай без устами ночью и днем. А там уж что будет, то будем спускай так. Ну же, работать мы дружи давай. Кто сказал? Я тебе еще раз сказал. Запомните, мол, два слова. Не запомню. Федоров Омулевский. Федоров – это по имени человека, а Омулевский – Омулевский – через дефис. Повтори. Федоров Омулевский. Федоров Омулевский. Федоров Омулевский. Ну и дальше. Какой стихотворение? Один куплет. Работай руками, работай умом, работай без устами ночью и днем. А там то, что будет, так будет пускай. Что-то там такое. Что-то там. Работай давай. Да почему у тебя руки-то сложные? Почему ты не взял бумажку и не записал? Я каждый день записывал в целом, как Володя, вот такие вот на картонке. Могу открывать скотчем. У меня так просто смейно было. У меня как будто стерто будущее, Игнат Тихонович. Понимаете? У меня нету… У меня только настоящее. У меня стерто все. Будущее у меня нету, стерто. Да. В будущее как будто там какая-то пропасть, короче. Такое вот. А настоящее у тебя не стерто? Нет. Вот я сейчас с тобой разговариваю. Это сотрется? Я надеюсь, что хоть что-то… Ну я тебе сказал. Заходи. Ты дальше не спрашиваешь, не связываешься с человеком. Ты мне пообещал. Я тебе назвал его. Отец мой священник. Хороший священник, на котором ты крест не можешь ставить. Он… 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 У него… Тон такой командирский. Он… Военный. Он… Хороший… И много историй знает. Полезных. Тебе очень полезно с ним познакомиться. Понял? Как фамилия его? Отец Василий. Отец Василий. Ну да. Дальше. А я военную фамилию… Толстенко. Ага. Толстенко. О. Толстенко. Как писал. Толстенко. Своей женой, которая там… Ребенок один или сколько, я не знаю. Вот. И он принял православие. Сохранил хорошее отношение. И платил лично ей. Без всяких переводов. И, конечно, платил больше, тут несомненно. И жена-то знала, и жена не возражала. А жена послушная такая, тихонькая. Никогда не услышишь от него что-то. Бог его наградил. А один из него сыновей… Так я не понял. Вопрос можно? Вот он сейчас женатый, этот… Да, Наташа. Матушка Наташа. И вот он ей платил алименты. Да почему ей-то? Той, который ее в глаза не именал. А это было до крещения? До крещения, конечно. Это все до крещения было. И он явился с этой Наташей до крещения. Потом его крестили и… Все. И теперь он думает священником. Разбирали его вопрос там, где в епархии. И все было до крещения. Фактически он двоеженец. Но он стал священником. Потому что до крещения как бы все стирается. Правильно я понимаю? С ним больше я сама разговариваю. Ха-ха-ха. 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 Еще, где он работает? Трудится. В КГБ. Сейчас, где он работает? А бывших не бывает, как говорят. Ну ты понимаешь, все собираешь. Бывших не бывает. Ты познакомься, бывает или не бывает. То есть ты заранее уже скажешь, мне это не надо. Потому что такое… Почему? Я так пошутил. Твоя душа ожесточившаяся. Ожесточившаяся брат, говорит, и преступи, и крепости. Которая охраняет хорошо вооруженный гарнизон дьявола. Ты сразу вот так вот. Все. Тебе это не надо. То есть тебя дьявол охраняет. Он сразу подстреливает. Крупнокалиберно. Что затрется? На корабле у нас такие были. Пулемет такой, ленты. Там огромные такие полусорядки. Не надо басни. В смысле басни. Давай, не трави. А то всю жизнь в Галиле посидишь. Давай. Где он работает? Трудится сейчас? В город? Иркутская область. Тайшет. 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 Иркутская область. Иркутская область. Повторяю еще. Фамилия как? Толстенко. Отец Василий Федорович. Вот так. Жена у него Наташа. Образец жен. Ты не видал таких матушек? Я бы сейчас сказал. Не говори пока не узнаешь. Да нет. А ты бы сразу сказал. Я вот отработаю здесь. А буду. То другое. Если будут деньги. Было бы желание. Конечно денег у меня нет. Но ты бы мог сказать. Это твои слова я говорю. Я бы обязательно к нему съездил. А ты нет. Представь. Там Красноярск недалеко. Это Красноярск. И он слушает пленку. И там двое разговаривают. И он слушает. А кто это? Это говорит отец Дмитрий Дудко. Самый популярный. Из священников в то время. Не Имея, не Александр. Не Якунин. А это кто? Знает? Говорит. В Барнауле живет. Он кто? Священник? Нет. Это мирянин. Так он прав. Говорит. Везите меня туда. И его привезли сюда ко мне. Слепого. И мы сделали с друзьями до смертного часа. Его еще раз привезут. И после этого, кажется, трижды еще приезжал сам один слепой. И нет того, чтобы он для себя не сохранил. Память колоссально развита. Он поехал. От меня узнал об отце Геннадия. Поехал туда. Отец Геннадий. Это доктор богословия. Преподаватель Томского университета. Физик-математик. Отец Геннадий говорит, я с ним беседовал. Я не определил границы, где его знания. Что бы я не сказал, он все знает. Слепой. Я говорю, а как? Он говорит, какие бы беседы не были. А боги там такие. В городе я все посещал. Конечно, он и брали, я считаю. Я его достал. Он подал, взял. Саду разговаривал ногами. А там точки стоят. Развернул. Так. Разговаривал. Он раз. А вот это там Библия есть, Острожская. Ну-ка, откройте тут о главу. У него книги такие есть. Там вот перевод другой, да. Он эти переводы знает. Я насчитывал жития святых. Это не одна биография. Ты свою не знаешь. 1173. И я их знаю. Но я не знаю, какого числа и какие каноны. Он это все знает. То есть, в данном вопросе он у меня все пленки покупал. Он работал переплетчиком. Слепой совершенно. И ложил в печи. И строил еще дома. Дом себе построил. Абсолютно слепой. Да что-то удивительно. А? Как это так? Вот. Слава тебе Господу. Хоть в одном месте он поверил. Наоборот, не верится. Вот так. Вот что удивительно-то. И мало того, руководил Клиросом. Первый помощник, наверное, был священником. И когда приехал туда Вячеслав Глушенко, ставший Никодимом. Иеромонахом. Он противостал ему. И говорит, он заблудший человек. А он потом ушел к Богородичному. Никодиму. Это он. Герой веры. Какой? Лютых. Георгий Нахертьевич. Там рядом. Могу поклониться. А ты здоровый, крепкий. Насиновался и в белое дно пошел отдыхать. И вообще, я работал. У меня, я говорю, сколько? 250 человек было каждый день. И ни один никуда не уйдет. А если уйдет, я рассчитаю сразу. В этом вопросе я тебе делаю большую скидку. Пятое качество беспощадность позволяет тебя полностью выкинуть. Из знакомых. Но я этого и... Почему? А почему вы нянчитесь с ним? Меня уже спрашивают. Потому что я сам грешник. А раз я грешник, я не могу тебе по полной программе спрашивать с тебя. Поступайте с ними, как хотели, чтобы с вами. То есть я надеюсь на милость Божию, обращаясь милостью с тобой. Вот так. Спаси Христос. Да. Я тебе даже невинную вещь мог предложить, что работает в Барнауле, чтобы ты был рядом и с тобой заниматься. Но видно тебе это, как говорят, пофигу. Нафиг тебе нужно это. А нафиг это фиговый листок, прикрывающий половые органы. Куда посылают. Все. Все на этом. Аминь. Аминь. Ты дивный Господь наш. Слава тебе. Милость твоя велика. Аллилуйя. Да будет благословен этот день. И спаси и сохрани нас от враждующих против нас. Умещи сердце Максима. Дай ему, Господи, веру в тебя, чтобы он уверовал, что за все придется отвечать. Страхом твоим приведи его, Господи, к тебе. Ибо страх Господень есть с началом мудрости. И в судный день не помяни их безумия врагов. И сохрани наши сокровища и книги, что есть в интернете. Мы молимся о всех, которые помогают нам. Благослови их Елену, Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Тебе, Господи, слава за все. Обрати их на путь истинный в православную и святую церковь. Аллилуйя. Аминь. Германа, Стерлигов, Александра, это не взорок, я молюсь все время за него. А он, может быть, сегодня главный нападающий на православную церковь. Это ничего не значит для меня. Но он многое же справедливо говорит, Игорь. Я это все подсказал и Щаплин и всем. Я бы сейчас, если буду, сказал немедленно, соберите людей, самых таких, которые могут. Вот как сейчас Щаплин или Андрей Курай. И созвонитесь с Александром Глебовичем. И скажите, прими нас. Вы против нас выступаете. Мы хотим, он скажет, еще вы захотели, папы. Чтобы вы нам высказали в глаза это все. Мы запишем. И потом на синодии поднимем этот вопрос. Как нам избавиться от того, в чем ты нас увлекаешь? Потому что нам подсказали, что ты во многом прав. А что мы с тобой так поступали? Прости нас, Саша. По-хорошему, прости. Я бы вот что сделал. Понял? У меня совершенно неординарный такой подход. Я сижу, а отец Кирилл спрашивает. Ну вот вы со всеми находите общий язык? Я не раз повторялся это. А вот этот белый Сашка. Музычка. Которого застрелили на Украине. Вы бы нашли с ним общий язык? А он там от Жохара Дудаева имеет награды. Подбивал русские танки. Сколько на его совесть я расстреливал пленных советских, русских. Я говорю, а я бы искать не стал. А почему? Потому что это я. Его биография, это моя биография. Несостоявшаяся. Я готовился быть тем, кем он стал. И поэтому он мне понятен весь. А у него три дяди были взяты по линии НКВД. И все погибли в ГУЛАГе. Что он должен думать? Вы почему-то дико рассуждаете. А кто такой Леонкий? Я молился. Это Пейдесятник. В Америке. Я сплю и во сне вдруг вижу вас. Он меня никогда не знал, не видел. И вышел на меня. Понятно? И стал говорить. Это человек от Бога то другое. А кто такой Симон? Этот поет. Ходит по берегу моря. Везде. Он никому не принадлежит. Песнопение. Видел его? Он везде ходит. Поет. И набирает там девчата. Вот недавно новый ролик. Там мужики стоят. Поют где-то на скале какой-то. Стихи-то баптистские. Хорошие. Но не всегда просит денег после этого. На новый ролик. Это я сколько бы просил, когда у меня 12 тысяч роликов. Еще бы я делал. Куда-то с деньгами провернул. Все время просит. А почему? А мне некогда просить. Я должен работать. Я бы ни разу не видел, чтобы он рука что-то держал, кроме попросительной грамоты. Я ни разу не просил на это. И находятся люди, которые содержат интернет. Я не плащил за него. Ну там немного. Сколько рублей 500. Все на этом. Давай, дорогой. Работай. Руками. Работай умом. И без устали. И ночью, и днем. Ночью на молитве. А то получится как она. Афганка есть. А? Афганка есть. Афганка? Да. Ну, меня надежда сильно испортила. Не, а еще есть. Не знаю. Надо посмотреть. У тебя голова пропекается, потому что у тебя танзура это католическая или еврейская. Мусульманская. Ну, понимаешь, нет. Вот я тебе о чем говорю, это мной пережито. И мне говорить так приятно, потому что это уже позади. Никогда не позволял себе лежать днем. Тем более на сеновале. На чужом. Ты протравил сено, там овечки долгнут будут. Андрей Кулаев говорит о монахах. А чем они занимались? За всю жизнь, говорит, боролись с анализмом. Стали не женаты. Что? Капочешь? Рукой не прикасайся недозволенного. А тогда будет другой разговор. Все пока. Богу славы. Так, мне говорят, а кто снимал обед когда был, похорон? Видно ему, говорит, это все пофигу. Мотался туда. А которые ты снимал, на кладбище все хорошие. Там снимал, ну как, начал я снимать, а потом сестры мне говорят, сядь поешь, мы поснимаем. Ну я сел поминать, а они снимали. Вот вы сегодня пришли, я не стал даже трогать их. Все ребята, на этом конец. Слава Христос. Слава Христос.